привет всем любителям физики и физического эксперимента а также астрономии с вами андрей щетников и сегодня мы поговорим о таком явлении как предварение равноденствий тем более что у нас весеннее равноденствие совсем на носу мы обсудим в чем состоит это явление и как оно объясняется и при этом рассмотрим его и с астрономической и с физической точки зрения и начну я со сведений исторических потому что считается что первым явлением предварение равноденствий обнаружил древнегреческий астроном гиппарх который жил во втором веке до нашей эры обнаружил он его сравнивая данные наблюдений своих предшественников живших за век до него со своими собственными и вот он установил что если сравнивать эти данные то оказывается что веси весеннее равноденствие а впрочем осеннее равноденствие тоже наступает каждый год на 20 минут раньше по сравнению с предыдущим годом то есть с каждым годом все раньше поэтому мы говорим о его предварении ну вот тут андрей такие интересные вещи рассказывают но он недоумевающий публики сразу же появляется вопрос если она конечно умеет считать значит 20 минут в год за три года час за 70 лет сутки за 2100 лет которые со времен гиппарха прошли это будет целый месяц и что же весеннее равноденствие раньше происходило в конце апреля или даже в начале мая так что ли получается а до этого еще раньше пожалуйста ответьте на этот вопрос очень вас просим а дело здесь том что год которым пользуемся мы в своей обычной жизни и вот тот астрономический год которым пользовался гиппарх и которым продолжают пользоваться астрономы это два несколько разных года наш год он устроен так чтобы времена года то есть весна лето осень и зима всегда находились в нем на одном и том же месте ну и многие народы как раз отчитывают год от весеннего равноденствия до весеннего равноденствия но и по этому случаю поздравляю вас всех с наступающим праздником новрус а вот другой год тот которым пользуются астрономы это год звездный его еще называют сидерическим и это такой год за который земля делает ровно один оборот вокруг солнца по своей орбите и вот эти два года как раз и различаются на те самые 20 минут что и приводит к эффекту предварения равноденствий а за счет чего они различаются мы сейчас обсудим и для начала нам нужно вспомнить за счет чего на земле возникают времена года вот я изобразил солнце и земную орбиту но вообще-то орбита близка к круговой но я ее как бы показываю несколько сбоку и теперь самое главное земная ось не перпендикулярно плоскости земной орбиты но наклонена к этому перпендикуляру под углом примерно 23 градуса и вот я изобразил землю в таком положении когда в северном полушарии лето потому что северный полюс освещается солнечными лучами лучше ну а южный хуже и соответственно в южном полушарии сейчас зима земля прошла четверть орбиты но сейчас соответственно осень еще четверть орбиты и перешла в положение когда северный полюс освещен но вообще-то он вообще в тени находится да и северное полушарие освещено слабее южное сильнее сейчас на южном полюсе полярный день ну и соответственно сейчас в северном полушарии зима а в южном полушарии лето еще четверть пути и мы пришли в точку весеннего равноденствия а из нее возвращаемся в точку летнего сансостояния о том что времена года связаны с наклоном земной оси я знаю еще со школы но где в этой картинке откуда там могут появиться предварение равноденствий мне это остается совершенно непонятным а до предварения равноденствий мы еще не добрались а чтобы его объяснять нам надо сделать еще один опыт который мы конечно уже делали в разных наших роликов но его имеет смысл повторить это опыт с прицессии волчка вот я его здесь устанавливаю а теперь я убрал дрель и посмотрите как вращается ось волчка делает такие обороты описывая конус ну чем медленнее вращается волчок тем больше размах надо мне уже снять сейчас чтобы она не улетела и оказывается что земля представляющая собой очень большой волчок вращающийся вокруг своей оси один раз за 24 часа тоже испытывает аналогичную прицессию правда время одного такого оборота составляет 26 тысяч лет но теперь нам надо понять почему это происходит ведь на волчок у нас действовала сила тяжести его опрокидывающая и именно она вызывала это прецессионное движение а какие силы действуют на землю давайте это изобразим на картинке и вот я изобразил земной шар с наклонной осью а солнце буду считать что находится где-то там очень далеко но тем не менее гравитационное поле солнце в окрестностях земного шара неоднородно и из-за этой неоднородности возникают приливные силы о которых кстати сказать у нас есть отдельный ролик но пока если бы земной шар был правильной сферической формы то эти приливные силы растягивали бы его в направлении оси от земного шара к солнцу и сжимали в других осях а никакого момента сил при этом бы не возникало но теперь пункт второй из-за своего быстрого вращения суточного земной шар сплющен у полисов и растянут по экватору это я сейчас вот так изображу наложив такие дополнительные элементы и вот теперь то приливные силы которые действуют на эти элементы они уже не на как бы не лежат на одной прямой здесь у меня сила тянет к солнцу а здесь наоборот направлено от солнца и получается что эти силы создают такой момент который стремится выпрямить ось так чтобы она была перпендикулярна плоскости земной орбиты но выпрямление не происходит а происходит прецессия причем когда мы делали опыт с волшком опрокидывающая сила а сила была опрокидывающей и из-за этого прецессия шла в том же направлении куда вращается волчок а здесь сила выпрямляющая и поэтому прецессионное вращение она идет в противоположном направлении значит если у меня здесь вращение так идет то то прецессия направлена в обратную сторону и вот это прецессионное движение и происходит за 26 тысяч лет и именно это движение создает то самое предварение равноденствий а теперь я попробую из того что только что рассказал андрей объяснить явление предварения равноденствий ну а пусть земля у меня находится в летнем положении и вот она совершает свой обход вокруг солнца попадает зимнее положение и если бы не было прецессия она вернулась бы в летнее положение ровно в той же самой точке но и при этом она вращается вокруг своей оси вокруг солнца в этом направлении а прецессия происходит в противоположном направлении поэтому здесь земля уже развернута вот так ну и это значит что в летнем положении она оказалась раньше когда ручка от чашки была направлена в точности на кастрюлю ну и вот получилось что в общем то я объяснил предварение летних солнцестояний но наверное предварение всех остальных явлений таких как равноденствие происходит точно так же и кажется я что-то начал понимать ну и то что рассказал Алексей мне очень понравилось кажется это доходчиво особенно этот опыт с кастрюлей и кружкой и он замечательно объясняет что такое предварение равноденствий ну а теперь надо поговорить о разных других следствиях прецессии земной оси и одно следствие картинку такую вы уже видели давайте мы снова на нее посмотрим оно состоит в том что земная ось за цикл прецессии она по небу проходит такой круг и роль полярной звезды тем самым в разные астрономические эпохи играют разные звезды и вот через 12 тысяч лет когда пройдет почти пол этого цикла роль полярной звезды будет играть вега звезда которую нынче мы люди живущие в средних широтах осенью видим у себя над головами и вот я хочу поблагодарить алексея и его помощников за продуктивное обсуждение а теперь настало время нашего заключительного вопроса и он будет таким ну в текстах про предварение равноденствия можете прочитать что античные астрономы видели точку весеннего равноденствия в созвездии овна а сейчас она переместилась в созвездии рыб что же астрономы означают эти слова ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментарии к этому ролику на ю тубе